Привет, друзья! С вами врач-хирург, врач общей практики Кутепов Денис. Первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня разговор у нас будет о таком понятии, как интуитивное питание. Что это такое вообще? Суть интуитивного питания в том, что организм сам знает, что ему нужно и когда ему нужно. Не стоит соблюдать никаких диет, не стоит как-то себя ограничивать. Нужно есть то, что тебе подсказывает организм и тогда, когда это он подсказывает делать. Организм лучше знает, каких веществ ему не хватает и, соответственно, он подсказывает вам, какие продукты нужно есть, в которых содержатся эти вещества и, соответственно, сколько нужно есть. По мере нехватки каких-то там продуктов, веществ, калорий. В общем, такая суть. Изначально вообще это понятие интуитивное питание было создано как наука вообще для людей, которые страдают какими-то расстройствами пищевого поведения. Например, анорексии, есть люди, помешанные на диетах различных, которые ненавидят свое тело и вечно пытаются как-то вот улучшить свое состояние, похудеть или, наоборот, поправиться. В общем, для людей с расстройством пищевого поведения. Но затем многие стали приходить к выводу, что, в принципе, интуитивное питание, оно довольно-таки может быть полезным и вообще, в принципе, для всех людей. Потому что, как я уже сказал, что организм, дескать, сам знает, что ему нужно. И мы должны дружить со своим организмом, прислушиваться к нему и делать то, что он нам велит, не изнуряя себя и не ограничивая. И организм нам за это, естественно, будет благодарен здоровьем. И, в принципе, я во многом, очень во многом с этим согласен. Я даже приводил как-то пример в одном из своих видео про фильм такой с названием «Жизнь Пи». Я думаю, что многие его смотрели, когда главный герой потерпел кораблекрушение, и он длительное время выживал в море, там, на плоту каком-то или на кораблике небольшом. И, соответственно, он там рыбачил, ловил чайк и ел. Больше, собственно, ему нечего было есть, кроме рыбы и чайк. И вот поначалу он ел, естественно, как все нормальные люди, мясо, чистое мясо, рыбы и мясо птицы. Но затем его какие-то желания стали извращаться. И он уже ловил рыбу и чайк и ел, скажем, не мясо, а глаза. Либо там какие-то внутренние органы. Казалось бы странно, но организм ему подсказывал, что, дескать, именно вот этих вот веществ ему не хватает. А эти вещества находятся не в мясе в большинстве своем, а там в глазах или в каких-то других продуктах. И такой механизм действительно работает, и к такому голосу организма действительно нужно прислушиваться. Это несомненно. Многим сейчас может показаться, что если нет никаких ограничений в еде, в количестве, во времени его употребления, то какая же это, собственно, наука? О чем тут вообще говорить? Это просто беспорядочное питание. То есть, ешь что хочешь, когда хочешь, и что об этом вообще говорить, и тем более писать книги. На эту тему, кстати, написана не одна книга. И это действительно было так в эпоху древних людей, когда они, собственно говоря, не знали ни про какие диеты, и знать не хотели. Они ели все, что хотели, и все, что могли добыть. И, в общем-то, никаких проблем не испытывали. Но дело в том, что в эпоху древних людей были только полезные продукты. Были продукты, которые дала природа, и никакого пищевого мусора, созданного руками человека, никакого пищевого мусора не было. То есть, что было? Животные, рыба, фрукты, овощи, и, в общем, подножный корм. Все природное, все натуральное и здоровое. И, естественно, такое интуитивное, в кавычках, питание, естественно, давало только пользу, только здоровье. Сейчас же, в эпоху пищевого мусора, интуитивное питание – это на самом деле настоящее искусство, или наука даже, можно сказать. И подходит такое питание совсем не для простого обывателя, который вообще не занимался, не разбирался в науке нутрициологии, и который не знает и не изучал основные принципы вообще здорового питания. Можно сказать, для профессионалов подходит. И почему это так, вы все прекрасно поймете и узнаете, досмотрев это видео до конца. Для тех людей, кто задумался об интуитивном питании и решил заняться таким питанием, я снял, собственно говоря, это видео, и я дам 5 советов о том, как сделать так, чтобы это интуитивное питание было для вас здоровым питанием, и чтобы вы не натолкнулись на подводные камни этого питания в современном мире, и не сбились с верного пути. Все эти 5 советов очень важные и интересные. Смотрите видео до конца. Погнали! И первый совет – различать продукты. Что есть настоящие продукты, которые приносят пользу вашему организму, а что есть пищевой мусор? Извините меня, если вам захотелось чипсов, если вам захотелось тортиков или каких-то конфеточек, газировочек, вы серьезно думаете, что этого просит ваш организм, что в этих продуктах есть какие-то витамины, микроэлементы, вещества, которых вам не хватает? Это полный абсурд, друзья. Эти продукты есть пищевой мусор и множество других подобных. Различайте продукты. Продуктами является только то, что дала нам мать природы, можно сказать. Все, что жило от животного мира до растительного – вот это продукты. Все, что сделал человек искусственно – это есть пищевой мусор. Ну, не прям все. Я тут, конечно же, перегнул, как бы есть много блюд, которые сделал человек, используя эти самые натуральные продукты. Тут нужно разбираться в составе. Да вообще нужно всегда читать и вдумываться в состав продуктов или блюд, которые вы едите. И думать вообще, есть ли в этом блюде что-то стоящее, что-то ценное именно для вашего организма. Еда нужна не для раздражения вкусовых сосочков, а для питания вашего организма. Так оно и называется, собственно говоря, питание. Второй совет. На интуитивном питании разрешается есть тогда, когда вы хотите. То есть, только почувствовали чувство голода, пожалуйста, кушайте. Организм, дескать, вам подсказывает, что нужно есть, что в организме заканчиваются какие-то вещества, нужно пополнять. Но совет здесь в том, что нужно разграничивать, какой это голод. Действительно это физический голод, либо это какой-то психоэмоциональный лже-голод, можно сказать. Ведь очень часто мы воспринимаем как чувство голода совершенно другие эмоции, чувства. То есть, например, скуку. Многие едят от скуки. Желание заполнить время. Многие едят по привычке. Например, во время просмотра фильмов или сериалов поглощают попкорн. Совершенно не потому, что они хотят есть, а потому что просто привычка такая и стереотип. Для тех, кто, например, бросает курить, для них еда становится заменой вот этого вот ритуала поглощения дыма. И как-то она облегчает этот процесс. Сюда же относится отношение к еде как к какому-то развлечению или поощрению себя. Дескать, вот я хорошо поработал, съемка я пончик, я его заслужил. Либо вот я хочу развлечься и побаловать себя каким-нибудь тортиком. Ну, друзья, это вообще глупость на самом деле. Еда есть еда. Это не развлечение. Это снабжение организма необходимыми питательными веществами. И здоровая еда вполне может быть вкусной. И она доставит вам намного больше эйфории, когда вы привыкнете к этим принципам. Съев здоровую еду, вы почувствуете намного больше радости от этого, чем съев что-то сладкое, торт, газировку выпив и просто простимулировав вкусовые сосочки. Потому что здоровая еда дает вам намного больше. Она дает вам здоровье. Поэтому, друзья, следовать правилу «голоден кушай», конечно же, нужно. Не зря этот инстинкт голода. Но всегда нужно разграничивать, действительно ли вы голодны, действительно ли это физический голод. Третий совет тоже относится к голоду. Нужно различать, это голод после употребления нормальной еды, либо это голод после употребления быстрых углеводов, каких-то сладостей. Потому что голод после быстрых углеводов не сигнализирует о том, что в организме закончились какие-то питательные вещества. Он проявляется потому, что вы съели неправильные, плохие, мусорные углеводы, которые дали выраженный всплеск в крови глюкозы, вслед за ним всплеск инсулина. Инсулин быстро переработал эту глюкозу и остался некий уровень свободного инсулина и гипогликемии в крови. И естественно из-за этого порочного такого механизма у вас возник голод. После употребления нормальной пищи, ни сладостей, ни быстрых углеводов такого голода не возникает. И прежде чем переходить на интуитивное питание, вы должны соблюсти основной принцип вообще всех здоровых диет, здорового питания, выкинуть из своей жизни все быстрые углеводы. Теперь вы уже начинаете понимать, что интуитивное питание далеко не простая наука и подходит только для продвинутых в сфере питания людей. Четвертый совет. Готовность ошибаться. Будьте готовы ошибаться. Это нормальное явление. Вообще перфекционизм или максимализм это главный враг любого нового дела. Если вы питались неправильно и хотите встать на сторону правильного питания, будь то интуитивное питание, будь то средиземноморская диета, либо еще какая-то диета, которая именно здоровая диета, и у вас не все сразу получается, вы что-то перепутали, сорвались и съели не то, ну ладно, бывает такое, не расстраивайтесь. Это не значит, что нужно говорить, все, я не могу, у меня ничего не получается, буду есть, что попало. К примеру, если на интуитивной диете вы захотели что-то съесть, вам показалось, что это организм просит этот продукт, вы его поели, но затем либо почувствовали какой-то дискомфорт, либо почитали и разобрались, что это за продукт, и поняли, что вы сделали ошибку, что этого не нужно было есть, ничего страшного, сделали вывод, исключили этот продукт и продолжили свой путь дальше. Ну и шестой совет. Прежде чем начинать интуитивное питание, сдайте анализ крови на главные витамины и микроэлементы, и исключите возможные дефициты витаминов и микроэлементов в организме, потому что их дефицит может повести вас по неправильному пути, может нарушить всю вот эту вот главную связь организм и мозг. Вы все прекрасно знаете, что, например, у беременных, там при нехватке кальция, либо даже не у беременных, а просто у людей некоторых, возникает желание есть мел из-за дефицита. Из-за дефицита, например, витамина группы В, человек подвержен стрессу, и у него возникает желание есть сладкое. Ну и таких примеров довольно-таки много. И чтобы голос вашего организма был чистым, а не искаженным какими-то дефицитами, обязательно нужно эти дефициты исключить. И только поняв все принципы здорового питания вообще, исключив все дефициты, только тогда, друзья, с полным пониманием дела, вы можете переходить на интуитивное питание, которое будет для вас тождественно здоровому питанию. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Всем здоровья. Пока.